обучение интересный и захватывающий процесс и многие учились бы на протяжении всей жизни вот только где бы время найти в этом разделе мы будем говорить о том как планировать распределять свое время нагрузку во время обучения планирование распределения времени является самым критичным навыкам когда мы говорим об обучении особенно в заочном формате формате вечернем сессионном или когда вам приходится работать на дистанционном обучении поэтому этому мы уделим наибольшее количество внимания какие существуют принципы планирования самый первый и важный принцип это согласиться то что само планирование требует времени соответственно для того чтобы оно происходило должно быть какое-то выделено время для того чтобы составили свои планы хорошо делать это в начале какого-то периода временного рано утром когда вы встаете начинаете свой день или в начале года или в начале семестра перед тем как вы начинаете бежать на какую-то определенную дистанцию остановитесь и подумайте как лучше это сделать как правило время для планирования требуется немного но оно придает структуру всей вашей деятельности вы будете делать не то что вам подвергнется под руку или то что другие попросит от вас но у вас будут определенные цели определенные приоритеты и это поможет вам работать наиболее эффективно второй принцип планирования это видите записи известна поговорка что любой самый тупой карандаш острее вашей памяти все что вы не записали она может потеряться навсегда но если вы ведете какой-то планы если вы ставите какие-то задачи фиксируете это на бумаге это приобретает совсем другую значимость именно поэтому добрые жены отправляя своих мужей в магазин пишут им списки чтобы то что нужно купить обязательно оказалось в холодильнике также и со временем обучения те задачи которые у вас должны быть решены должны быть внесены в список те цели которые вы поставили должны каким-то образом отразиться на бумаге в сегодня существует множество способов ведения записи от элементарных ежедневников которые имеют таблицы времени календарного недели день или год до продвинутых приложений на айфонах или смартфонов которые позволяют вам не только записывать те дела которые вы хотите исполнить но также обладает возможности напоминаний и структурирование информации которую вы хотели бы исполнить поэтому выбирайте тот вид записи тот вид дневников и ежедневников которые вам наиболее удобен и обязательно используйте их надо принять во внимание что когда вы начинаете процесс обучения в дополнение к тому что вы работаете или ведете служение или у вас есть какие-то семейные дела вам нужно будет переосмыслить тот план который у вас был в начале вы не сможете справляться с обучением просто в какое-то мифическое духовное время вам нужно будет выделять новое время поэтому имеет смысл вернуться к вашему календарю и внести туда новые дела какие это будут дела это прежде всего прослушивание лекции это определенные домашние задания особенно нужно выделить время на написание письменных на работ которые занимают достаточно много времени если это дела будут не отмечены в календаре как правило а задание будет отложено на самый последний момент и конечно будут вносить поправки в ваш текущий календарь лучше сделать это сначала как только вы получили свое расписание переосмыслите свой график посмотреть может быть что-то следует заменить что-то внести в новое и ваша учеба будет систематической регулярной и не такой трудоемкой следующим очень важным принципом планирования является выделение важных дел из всех других как правило срочные дела отнимает гораздо больше у нас внимание чем важные между тем неисполнение важных дел приводит к определенной фрустрации когда важное для вас откладывается 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 и вы не можете исполнить то что на самом деле для вас важно правило такое что важно идет перед срочным поэтому записывая планы на день отдавайте лучшее время предпочтение теми делам которые важны для вас которые важны и для вашего служения или для вашего развития или для вашей профессиональной деятельности следующий принцип научитесь прежде чем действовать взвешивать насколько для вас важно это дело насколько следует его выполнять это поможет избавиться от большого количества ненужных и спонтанных дел которые на самом деле не приносят никакого выхлопа никакого результата следующим принципа планирования является достаточно сложный для нас христиан принцип это умение говорить нет часто другие люди пользуются нашим добротой и заставляет нас делать то что на самом деле нам не важно я не призываю полностью отказывается от благотворительности но когда вы делаете это вносить это в свой календарь и приносить какие-то изменения просто отвлечение от вашего календаря от вашего графика приводит хаотичности жизни к потере определенной направленности поэтому да это сложно научитесь говорить нет учитесь структурировать те вещи которыми вы занимаетесь последний тоже важный принцип принцип планирования это определить пожиратели времени что это за пожиратели времени это те вещи как правило которые не относятся к важным но которые нам нравится делать среди наиболее популярных это плавание на просторах интернета когда вы зацепляетесь за какую-то ссылку эта ссылка вас ведет другой ссылки а там вы нашли интересный блог ой какое интересное сообщение время проходит вы вроде сидите за компьютером и вид деятельности у вас какой-то есть на самом деле она не результативно в некоторых случаях у людей пожирателем времени уявляются разговоры когда они просто разговаривают со своими знакомыми ни о чем и нужно просто проследить за одним за двумя за недели за неделей сделать анализ своей деятельности посмотреть на примере 1 дня или 2 дней или недели и определить какое время уходит напрасно когда вы поймали этого пожирателя времени вам нужно сделать переоценку насколько это важно для вас насколько этого пожирателя времени можно вставить в ваше расписание если без разговоров по телефону ваша жизнь будет абсолютно скучно и не имеющая смысла отведите ей определенное время и пусть это будет у вас структурировано чтобы не было такого что все ваши гениальные прекрасные планы были перечеркнуты одним звонком кого-то из ваших знакомых часто студенты спрашивают что делать в случае завала как правило у студентов этот завал достаточно запланированный он наступает либо перед экзаменом либо ко времени когда нужно сдавать работы можно сказать что одним из самых сложных моментов это справиться с эмоциональным волнением когда наступают эти ситуации следующей лекции мы будем говорить о том как бороться со стрессом но пока несколько рекомендаций состояние эмоционального возбуждения прежде всего нужно успокоиться даже если дел очень много с ними можно справиться поступать здесь можно по принципу древней индийской притчи которая задается вопросом как съесть слона безусловно сразу слона всего нельзя съесть но если разделить его на маленькие вкусные кусочки то можно за какой-то промежуток временем его поглотить полностью поэтому если вы видите у себя гору дел которых вы не можете разгрести то нужно просто этого слона разделить на части сначала вы справляетесь с одной частью работы и у вас сразу улучшается настроение вы понимаете что вся гора может быть разобрана потихонечку и вы разбираете ее одну часть за другой и в завершении несколько принципов которые помогут вам соблюдать ваши запланированные дела если вы планируете на бумажном носителе то пожалуйста кладите его куда-то на видное место если это ежедневник пусть он будет у вас открытность на столе или пусть висит на видном месте если какие-то дела имеют приоритетное значение выделяйте их красным карандашом чисто психологически человек обращает внимание на ярко выделены и само присутствие ежедневником будет помогать вам справляться с вашей работой еще один совет не планируйте более 7 важных дел за один день вы просто не справитесь с ними это приведет к еще большему разочарованию и может быть даже разочарованию введение вашего планирования будьте реалистичны и так сегодня мы говорили о некоторых принципах планирования и как сделать так чтобы ваша учеба была планомерной осмысленной и успешной старайтесь пользоваться ими и у вас все получится